Девушки отдыхают И пусть Евгений Петросян И все-все-все К вам не присядут на диван Но все-все-все Со всей открытой душой Сейчас для вас покажут шоу Надеюсь на успех большой Дамы и господа Евгений Петросян Спасибо большое Благодарю вас Роскошной может быть прическа И безупречным макияж В одежде стильной много лоска В манерах может быть кураж Но лишь улыбка привлекает И светлым делает лицо Она наш образ украшает Сильней, чем серьги и кольцо С улыбкой взгляд милей и ярче Она как лучик среди тьмы С улыбкой сердце наше мягче Она ведь символ доброты И если вдруг слегка взроснется Идти вперед не будет сил То пусть вам кто-то улыбнется И сразу краше станет мир Улыбайтесь Это так приятно Подарить улыбку просто так Чтоб сердитую разгладить складку Подмигнув, мол, не грусти, чудак Улыбайтесь, люди, улыбайтесь Ведь улыбка вам к лицу всегда И других порадовать старайтесь И себе омолодить года В эфире Петросян Шоу Ну что ж, дорогие друзья Сегодня я предлагаю вам немного посплетничать Слухи, сплетни, интриги, скандалы Из мира шоу-бизнеса Под кодовым названием Ходят слухи Ходят слухи, что с Дмитрием Биланом Прямо во время концерта случился модный казус Купил я джинсы из черной кожи Но прыгать ловко я в них не могу Как в моей красивой голове Вдруг придумалось на выступление мне их надеть На концерте у меня вдруг заела молния Ничего не смог я сделать ни туда и ни сюда Подбежала Клава Кока Меня подвинула чуть-чуть Вот спасибо Клаве Коке Помогла мне застегнуть Ходят слухи, что Таня Буланова продает свою почку Кому? Зачем? Я придумала тебя Ты такой, как я хочу Закрываю глаза К тебе и лечу Ты такой весь золотой За тебя я все отдам Чтоб с тобой рядом быть Путьку я продам Смартфон Мой новенький смартфон Мы будем вместе Когда-нибудь Как на коплю Даже сама Надежда Кадышева Со всем своим золотым кольцом Попала в хит-парад наших сплетен Широка любой И широк Андрей Вера широка С ней широк Сергей Паша лезет вширь Вширь ползет Степан Широка и я Словно океан Не судите нас Люди добрые Вроде мы совсем Не голодные Посмотрите, до чего Он нас всех довел Ох, недобрый он Этот шведский стол Богатые тоже худеют Заявила солистка Группы Артик и Асти Я надеваю каблуки Они ломаются В мою одежду Вся семья помещается Я так то ночью в кровати Хомячит киевский торт Храплю, как баржа на суше Да пошло оно к черту все Рот себе зашью Холодильник в бан Вес мой на весах Он не богом дан Но спустя часок В желудочке свербит И тогда внутри мой голос Очень громко говорит Девочка, тебе похудеть не мешает Ты давно уже превратилась в шарик Верю в то, что быстро ты добьешься цели Чтобы от тебя все просто офигели С понедельника Начну я заниматься В понедельник Верю в то, что быстро я добьюся цели С понедельника Следующей недели Я третий день не могу спокойно спать Заявляет сосед через стенку Катя Лель Однажды муж придет с работы Тихо мне говорит Родная, было б неплохо Разнообразить наш быт С картинками он книгу мне показал Я ему Мой мармеладный Я не смогу А ночи М-м-м А ночи Джага-джага На мостик Ам-на-ам Я в полтора шпагата С двенадцати до шести Не уставая стонать Мы собирали из икеи кровать На халяву и уксус сладкий На своем личном примере Испытала Ирина Аллегрова Я никогда не пила коктейль Из неизведанных жидкостей Но на халяву в кругу друзей Сказала смело Бармену Лей Когда домой Еле приплыла Желудок вспомнил Свои дела Чтоб муж не видел Весь мой балет Я не включила свет Привет, буфет Косяк Привет Нечаянно Ковер задет И наконец Привет, паркет Спасибо вам И конечно же Спасибо нашей эстраде Потому что Если бы не было их Нам бы так Скучно Было бы жить Всем хорошего настроения Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Ну что, кого играть будем? Евгений Ваганович, есть предложение Давайте с вами сыграем парочку Я буду ваша девушка А вы мой молодой человек Ну это мне по возрасту Я собственно актер Я могу кого угодно играть И играл кого угодно Ну что, я сейчас помолодею Все Анеточка Я знаю, что у тебя скоро День рождения Ой Видишь, я помню Я такой Давай говори Намекни Что тебе подарить А? Ой Вася Я прям даже не знаю Ну ты намекни хотя бы Чтоб я как-то сориентировался Ой, Вась Ну я даже прям не знаю Ну что бы ты хотела Так Ну вот смотри У меня на руках Десять пальцев, да? И все свободные Понимаешь? Ну тебе повезло У меня один знакомый был Фрезеровщик Так у него на одной руке Три пальца было А на другой два Мы его так и звали Вась Пятерочка Ты не стесняйся Намекай давай Так, ладно Я же от всей души тебе хочу Давай Васьенька мой Смотри Намекаю Мы с тобой сегодня По садовому кольцу Ездили? Ну да А это при чем? Ездили Вот Потом по третьему кольцу Ездили? Ну по нему все ездят Ну и что? Вот Потом Властелин колец Смотрели? Смотрели Понимаешь? Понимаю Значит завтра Вторую часть посмотрим Слушай Ты намекать будешь? Что ты рассказываешь Мне всякие Хорошо Смотри Мы с тобой недавно Гуляли Ну И проходили Мимо ювелирного Магазина И мне там На витрине Очень понравилось Одно колечко Помнишь? Ну конечно Помню Ну что там Говорить Оно тебе понравилось Да? Вась Очень Ну хорошо Дорогая Какие проблемы Завтра снова Пойдем гулять Пройдем мимо Еще раз Ювелирного А подарить тебе Что? Ладно Другой намек Смотри Скоро зима Так? Ну Мне холодно По улицам ходить Да? Я понимаю Слушай А ты не ходи По улицам Ты дома сиди Вась Ты не понял Смотри У меня пальто Мне в нем холодно А я хочу Чтоб мне тепло было Я хочу согреться Понимаешь? Ты что Бутылку водки просишь? Я не знал Что у тебя Такие пристрастия Вася Не прошу Я никакую водку Ты не отвлекайся Ты намекни Нормально Что такое вообще? Хорошо Нормальный намек Конкретный Ну? Норка Соболь Шиншилла Песец Понял Наконец Тут и норка И соболь Шиншилла Песец Ну? На день рождения Свожу тебя В зоопарк Это будет дело Там еще Не такое Посмотришь Там все Понятно Проехали Кто проехал? Песец Вась Проехал Вместе с норкой Соболем И шиншиллой Слушай Ты признавайся Ты сегодня Что-нибудь Употребляла? Да ничего Я не употребляла Чего у тебя тут Употреблять-то? Ну тогда Намекни на подарок Я сижу Жду Ты какие-то Глюки Свои Пересказываешь Хорошо Смотри Телефон Экран треснул Постоянно Глючит Ничего не грузит Дозвониться Невозможно Абсолютно Ну ты с моего Позвони Чего тут Поколи Своего Позвони И все Так Слушай меня внимательно Представь себе Яблоко Ну и что тут Представлять? Представил Теперь представь Что я его С одной стороны Эть Надкусила Так И что? А теперь представь Что это яблоко Нарисовано На телефоне Ну так Понял 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 Молодец Это не проблема Нарисую я тебе На телефоне Яблоко Нарисую Все Решили Ладно Опять проехали А кто Опять проехал? Мечты мои Вась Проехали Просвистели Слушай А ну-ка Дыхни Ты сегодня Странная Какая-то Да ничего не странное Ты просто Мои намеки Вообще Не понимаешь Так ты намекни По-нормальному Я все пойму Хорошо Смотри Вот моя подружка Недавно Отдыхала На острове Бали Смотри Какие роскошные Фотографии Бунгало На берегу океана Вот смотри Розовый закат Видишь Бирюзовая водичка Семь дней Восемь ночей Красивые фотографии На этом острове Вот Я хочу Чтобы у меня В телефоне Тоже были такие Да Ну какие Проблемы Скачай себе На телефон Эти фотографии Вась Ты не буду И будут Вообще Меня не понимаешь Я тебе Объясняю Намекаю Я хочу Улететь Далеко Далеко Понимаешь Ты чего Опять Про водку Намекаешь Да я Намекаю Я на водку Господи Ах ты На другие Вещества Намекаешь Я знаю Что с тобой Что-то не так Вот теперь Я знаю Что тебе Подарить Да что ты Неужели Догадался Догадался Пузырек Валерьянки Вот Тупой А Это Ты про кого Да Да знакомый Один Неимоверно Тупой Зовут Вася Тезка Слушай Я тебя Уже Который раз Прошу Намекать На подарок А ты Не намекаешь Ты что-то Рассказываешь Мне Я уже Заколебалась Намекать Вася Я тебе Намекнула Уже И на кольцо И на шубу И на телефон И на путешествие Ну Это столько подарков На один день рождения Слушай Гляди Что у тебя на лице Такое Длинное Длинное Где Мне кажется Губище Твоя Раскаталась Васенька Ну я ж не прошу Все это сразу Я ж прошу Что-нибудь Одно Понимаешь О господи Ну Что думаешь Я не понимаю Ну Но все равно Дорого Сейчас Такое положение Понимаешь Как это дорого Подожди Ты же говорил мне Что ты Имеешь дело С акциями Ну правильно Хлебушек Покупаю Молочко По акции Сырок Колбаску Подожди Ты мне говорил Что ты работаешь На бирже Не на бирже А на барже На огурцы С помидорами Грузим Ты мне говорил Что ты Имеешь дело С банками Правильно говорил С утра до ночи Работаю с банками Закатываю в банки Огурцы с помидорами Подожди Да как же так Да ты ж мне говорил Что мы с тобой Поедем в Кемер Не в Кемер А в Кемерово У меня там брат живет Так 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 Ты мне сказал Что меня ждет Ницца Не Ницца А пицца Я тебя на ужин Приглашал Приглашал Так Подожди Вася Ты мне сказал Что мы поедем С тобой В Майами Не в Майами А к моей маме Чем ты вообще слушала Ты мне говорил Что у тебя яхта На Мадагаскаре Не яхта А пихта Не на Мадагаскаре А в Сыктывкаре У меня там четко живет У меня на огороде пихта Господи И я разделила Вот с этим вот Человеком постель Ничего ты не разделила Постель как была моя Так и осталась Она уже имущество мое делит Надо же Отдалась этому человеку Ни за что Как это ни за что А кто тебе банку Огурцов подарет За банку огурцов И про помидоры не забудь Какая же я дура Согласен Полчаса прошу тебя Намекнуть на подарок А ты глупости какие Ты говоришь Ей богу Знаешь что Милый мой Да с тобой Ни одна нормальная женщина Жить не согласится Тьфу на тебя Ой не согласится Да со мной живет Нормальная женщина Уже много лет И стирает И убирает И готовит А вот и она звонит А вот и она звонит Алло мамочка Что обедать Иду Подари мне Подари мне Ну хоть что-то дорогое Очень теплое внутри А снаружи Неховое Хочешь валенки? Окей Да не валенки А шуба Хорошо моя голуба Хочешь шубу? Будет шуба И селедочка под ней Жду колечко от тебя Ах ну как же ты забавно Я же с творогом кольцо Подарил тебе недавно Новой сумки тоже нет Я без сумочки страдаю Хочешь сумочку родная Подарю тебе тогда я Из пятерочки пакет Для тебя любовь моя И рассветы, и туманы Мне не жалко для тебя И моря, и океаны Мою щедрость зацени Я дарю тебе все звезды Слушай, ты это серьезно? Ухожу пока не поздно Как соскучишься Звони Сказочный жлоб Оксанечка, Оксана, Оксана Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы вам споем куплеты, ладно? Кто не согласен, может выйти за окно Они написаны исправно Их надо спеть давным-давно, давным-давно Жевала кошка попугая Он тапки грыз, а воробей клевал пшено Муж водку пил слегка мягкая И было всем вкусным-вкусно, вкусным-вкусно В жене чудак один спалился Когда лежали с ней в постели в дверь звонок И он на автомате быстро схватил штаны Ушел в окно, в окны, в окно А вот на днях что удивило 3D-комедию смотрели мы в кино Там щекотали нас и было Смешным-смешно, смешным-смешно, смешным-смешно На даче всю весну копалось Но вырос только хрен и больше ничего Я продавать его пыталась Но только идёт хреным-хрено, хреным-хрено Супруга только пол помыла Муж брязной обуви прошёл не вытернок Ей целый час обидно было Ему три дня больным-больно Больным-больно Поплыли аргонавты как-то Что привезти домой для модных шу-пруно Зачем я вспомнил эти факты Чтоб показать себя умным Умным-умно Проверить сын принёс домашку Я сам не понял, но сказал Всё так, сынок И на двоих нам с староклашкой Неудовлетворитворительно Улучшить жизнь пообещал нам Наш депутат сказал Всё это решено Улучшу я себе сначала А после вам честным-честно Честным-честно Всего за две недели, братцы Могу я книгу написать и снять кино Вот только качество, признаться Ну так себе, ну так себе Ну так себе Хоть и запрещено, представьте У нас работает спокойно казино Ведь проверяющим там в карты Всегда везёт чудным-чудно Опять позорят футболисты Хотя при их доходах быть так не должно Им бы зарплаты трактористов Давным-давно, давным-давно, давным-давно Ну вроде вот и все куплеты Давным-давно хотели мы их затянуть Теперь споём другие где-то Когда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь ГОСТИ ПЕТРОСЯН ШОУ Геннадий Ветров Здравствуйте, во-первых, всем Спасибо за аплодисменты Да, очень приятно Вы знаете, я недавно зашёл в книжный магазин И мне там понравилось две книги Да, но денег хватило всего на одно Первое называлось «Преступление и наказание» Поняли, да? Это Уголовный кодекс Российской Федерации Я вторую и купил И вы знаете, не пожалел Дело в том, что здесь столько откровений Причём на любые темы Вот вечная любовь Ты любовь моя навсегда Нет на свете тебя вернее Не уйдёшь от меня никогда Ведь прикована ты к батареям Есть откровенные откровения про семейные отношения Ты говорила, что не знаешь, откуда у меня рога Теперь же дерзко отвечаешь Видать, избыток кальция Ага А это из рубрики «Любви все возрасты покорны» Жила-была девочка 60 лет Потому что всем говорила «нет» А вот это уже про откровенный соседский флирт Пять зубов отсутствуют и болит фингал Зря я Веру Паловну в лифте целовал Есть и тема об экстремальных любовных экспериментах Вывихнута ножка, сломана кроватка Просто в Камасутре была опечатка Вот посмотрите, как тонко и элегантно Алексей раскрывает тему алкоголизма в наши дни Денег стало мало, кризиса из-за И теперь коньяк я капаю в глаза Есть еще на эту тему Сред берез и сосен Принял я 0,8 Но стоют березы от сока березы Это я не понял до конца Ну, сложено красиво, да? Есть и о душевных радостях Без радости нельзя Что вы! Смотрите 10 миллионов взял вчера в кредит Радостью и счастьем организм кипит Пусть процент огромный Просто чумовой А мне по барабану Паспорт-то не мой Есть у автора и длинные хиты Знаете, без длинных тоже нельзя Не-не-не, надо менять Размер произведения Жил проводник Аркадий В плацкарте ездил он Однажды селфи ради Залез он на вагон Рукой задел он провод Из уст раздался крик Был проводник Аркадий Стал полупроводник Ну, это для любителей физики Смотрю, не все поняли, да? А как красиво автор решает женскую тему Что вы! Смотрите Сняла решительно Сто тысяч с карточки И еще сто двадцать пять Сняла потом Зачем купила ты Две шубы, Анечка? Вишь, я послал тебя за молоком Или это проза в жизни Или вот о росте цен И стояли барышни у обочин Правда было Дорого Очень-очень У автора очень много перевертышей Некоторые темы он так переворачивает Что, понимаете Заворачивается впечатление Сворачиваясь Выворачиваемое Она была актрисою В кино снималась Лысой А, это шестнадцать плюс Нет, этого не было, считайте Она была бухгалтером Ходила без Бухгалтером Это Двадцать плюс А вот как вам вот это? Смотри Не ходи к нему Навстречу Не ходи Бреет ноги Он и носит Бигуди Понравилось, да? Песня о любви После двадцати лет брака Один раз в год Все Конец песня Следующий хит Называется Зря Утро туманное Утро седое Зря мы разбавили Водку водою Дальше Непонятный почерк Ну Зря разбавляли А как он может Разбавить классику Своими Вкраплениями Сегодняшнего Семиминутного Восприятия Нашей действительности Да Смотри Например Как бы звучал Есенин На современный лад Ты жива еще Моя старушка А пора Освобождать Уж двушку Или как звучал бы Александр Сергеевич Я помню Чудные мгновения Ну а потом Явилась ты Или так Я вас любил Так искренне Так нежно Ну 200 баксов Это дорого Конечно Это дерзкие Смелые Стихи Понимаете Мне приятно Что вы так реагируете Да А вот как Звучали бы Строчки Поэта Викентия Сизова Знаете Этого поэта Нет Нет Серьезно Вообще не знаете Я тоже не знаю Но строчки есть Жена в постель Просила кофе Ты ей попробуй Возрази И я принес ей Кофе в зернах Сказал Грызи И наш второй гость Сергей Дроботенко Наверное нет В этом зале И среди телезрителей Человека Который хотя бы раз в жизни Не сходил в интернет Я написал однажды рассказ От лица одной девушки Такой типичной Пользовательницы Социальных сетей Вот она сама вам и расскажет Свою историю Знакомства Я конечно частенько Зависаю в соцсетях Ну Познакомиться там конечно сложно Но реально Как-то пару дней Списывалась с одним молодым человеком Наконец он говорит Ну может в скайпе созвонимся А я только-только Нанесла на голову Маску из масла репейного Видок представляете Говорю Ну давайте созвонимся Только без видео Я типа сразу хочу показаться Во всей красе Прическа Макияж Он говорит Хорошо Звонит Девочки Как я на это видео нажала Я не знаю Поняла то потом И этот же молчит Ну болтаем о том о сём А я чтобы время зря не терять Стала пинцетом Волосинки из ноздрей выдёргивать Смотрю мужик побледнел Но думаю Голос мой нравится Ну болтаем дальше А я чтобы маска лучше впиталась Обмотала голову В целлофановый кулек И чтобы масло в уши не затекало Вставила туда ушные палочки Смотрю мужика совсем перекосило И вдруг он спрашивает А вы случайно клей БФ не нюхаете? Странно какое-то Говорю Да у меня с этим клеем целая история была на юге В Сочи на пляже Ногу порезала Пластырь не держится И тут я вспомнила Есть специальный клей БФ Который как раз такие раны затягивает Собралась в аптеку А у подруги как раз расстройство желудка случилось Говорит И мне что-нибудь прикупи Ну в аптеке спрашиваю У вас есть что-то от жидкого стула? Мне говорят Все разобрали Говорю Хорошо Клей БФ есть? Ну вот и они так же Врач поперхнулся Говорит Ну это в крайних случаях Ну болтаем дальше А я чтобы маску утеплить Надела на голову детские колготы Ножки свисают Сужит такая Теребю А мужик спрашивает Вам кто-то стиль в одежде советует? Вы у кого одеваетесь? Хотела сказать Милый мой У кого проснулась? Я говорю Ну что мы все про меня? Вы о себе расскажите Начал мне про свою работу втирать А я опять чтобы зря не сидеть Решила сделать упражнение на растяжку Взяла и закинула ноги за голову Мужик закашлялся Говорит Мне надо водички попить Ну думаю пока его нет Сделаю упражнение для улучшения циркуляции крови Надо языком Достать кончик носа И свести глаза к переносице Когда пятый раз свела Смотрю он на меня в упор смотрит И с ужасом спрашивает Вас кто-то из врачей наблюдает Я говорю Конечно За мной глаз да глаз нужен Купила гель для ног Лошадиная сила Два дня не могла домой попасть Проскакивала А тут во время стирки машинка стиральная Ускакала на полметра И дверь мне изнутри забаррикадировала Мужик говорит Вы следите чтобы к вам пылесос сзади не пристроился Ну посикали Он говорит Ну Может завтра вечером сходим Куда-нибудь В кафе посидим Вы до скольки работаете? Я говорю Ну теперь до 60 Говорит Ну давайте завтра в кафе Только имейте ввиду Там дресс-код строгий С колготами на голове не пускай Девочка у меня вся жизнь перед глазами Из этого скайпа сразу выскочил Перезванивает Говорит Ну вы простите что я сразу про видео не сказал Просто когда я вас первый раз увидел Подумал Да Красотой вы мир не спасете С другой стороны Красавец много Я такой чтоб с колготами на голове Приседя А что у вас с глазами было? Я говорю А как в песне? Вот и свела судьба Вот и свела судьба Уже полгода вместе Все хорошо Пылесосит он От греха подальше Не люблю кофе без сахара Мне нельзя Но все время на сладенькое тянет Давайте Давайте Клара Карловна Давно вас не видели Ого Мы по-моему у меня сладенькое на ночь несете Ребята Тут дурти Л혹 отсюда Туда Пол家 Судьба Иди, иди, иди. Собственно, вот, Серёжа, это вот мой кабинет, твоё рабочее место. Задача ясна? Да, конечно. Ну что ж, тогда приступай. Семён Петрович, у нас проблема. Какая? Поставщики не отгрузили продукцию. Мы потеряли 10 миллионов рублей. Ах, гады, сволочи, ненавижу! Семён Петрович, это кто? Ну, вы же знаете, что все болезни на земле, они от нервов, да? И вот мне мой врач сказал, что если я буду нервничать, то сердце может не выдержать. А вы же знаете, как я иногда нервничаю! Да-да-да, знаем, поэтому в памперсах и ходим. Ну вот, поэтому я нанял специально обученного человека, он будет волноваться, нервничать вместо меня, а я буду спокоен, спокоен, и ничто не сможет вывести меня из себя. Понятно, ну, что делать-то будем. Всех найти, отбить почки, таз порвать, моргаловы порвать! Чего стоите-то? Записывайте. Да-да-да, отбить, порвать, выколоть, чтобы это... Дошёл вон отсюда, с глаз моих долой! Не доводи до греха! Господи Боже! Ма-ла-дец! Семён Петрович, беда! У нас проверка из налоговой. Да? Потрясающе! Ну, вы же сами заставляли нас вести чёрную бухгалтерию. У нас сто коробок с чёрной бухгалтерией накопилось. А-а-а-а! Подожди! Я валидолу приму. Давай. А-а-а-а! Плохо мне! Плохо! Вы меня до могилы доведёте! За что? За что я вам деньги плачу? А валидолу будешь? Пока нет. А-а-а! Что делать будем, Семён Петрович? Ну, что-что? У вас майонез есть? Ну, или кетчуп там? Есть. Ну, вот и жрите. А-а-а! Что жрать, Семён Петрович? Чёрную бухгалтерию жрите. А-а-а! Вы серьёзно, Семён Петрович? А-а-а! Мои гады! Жрите! Жрите! Я сказал, чтоб ни одна бумажка не прошла мимо вашего рта! А-а-а! 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 Мои гады! Хе-хе-хе! Пупсик, у меня для тебя радостная новость. Какая? Я беременна. Ура! Ха-ха-ха! Ура! Я стану папой! Ха-ха-ха! Я стану папой! Ха-ха-ха! Это любовница. Ха-ха-ха! Да? Пупсик, ты рад? Ну, я рад. Как ты могла? Как ты могла, дура? Плохо мне, валидолу мне. Да не мне, а вам. Да-да-да, значит, ты давай. Шагай, я перезвоню тебе. Только давай не затягивай, а то через девять месяцев тебе позвонит мой адвокат. Ну, здравствуй, милый. Дорогая, а что ты тут делаешь? А я узнала, что у тебя есть любовница. Да с чего ты взяла? Я наняла частного детектива. Вот фотографии. Пожалуйста, полюбуйся. Изменял мне с какой-то кикимрой, с какой-то мымрой. Какая гадость. Я честная, благородная женщина. Все эти годы верила тебе, как дура. Ну, чё ты ушел, что ли? Серёжа. Серёжа. Серёжа, а вы что, знакомые, что ли? А ты что здесь делаешь? А я? Я тут... Я тут работу искал в интернете. А мы тут... Мы тут переживаем вместе. Переживаем, да. Ты что ему, всё рассказал? Конечно же, нет. Ну что? Так я не понял. А что это значит, всё рассказал? А? Я не понял. А что это у тебя было с моей женой? Подождите, вам нельзя волноваться. У вас больное сердце. Успокойтесь. Я сам. Что у тебя было с моей женой, негодяй? Ничего не было. Говори, скачина. Не было ничего. Убью тебя, мерзавец. Не надо. Так не было ж ничего. Говори, говори. Скачина. Говори. Не надо. Да. Что здесь происходит? Я сам уже запутался. Я ничего не понимаю. Семён Петрович, мы хотели отбить им почки, как вы и велели, но вышло наоборот. Семён Петрович, мы половину съели, но у нас закончился кетчуп, а потом пришло налоговое. Пупсик. Пупсик. И что мы будем делать? Пупсик. Ты или Чоли, сучка крашеная, а? А чё ты крашеная? Это мой натуральный цвет. А, чё ты? Одну минуту. Я прошу прощения. Можно вас на секундочку? Да-да, конечно. Да. Вы знаете, слишком, это слишком всё волнительно. Да. Надо доплатить. Слишком сильное волнение. Один, два, три, четыре. Это совсем другое дело. А-а-а! А вы, что мне делать? Что мне делать? Вы же бездали. Вы же ничего не умеете. Пошли вон отсюда. Уволены. Уволены. И вы уволены. И вы уволены. И вы, и вы. И ты уволен. Пошёл вон отсюда. Минуточку. Что значит уволен? Что значит пошёл вон отсюда? Я прошу прощения. Я слишком сильно вошёл в образ. А-а-а. Так значит у тебя с моей женой всё-таки было. А-а-а! Так это я за вас. Ладно, это уже не важно. Сядьте, Серёжа, сядьте. Да. Значит так. Бизнес вскорел. Любовница ушла. Жена уйдёт, всё имущество отберёт. А тут ещё и налоговая. Ну, я спокоен. Я спокоен. Я споко... Серёжа, скажите, вы лежать любите? Люблю. Отлично. А сидеть? Люблю. Вот и здорово. Вот и отсидите за меня пятёрочку. Я не хочу. А я заплачу. Зато нервы в порядке. Если у вас нету нервов, Вам нечего просто трепать. От них все болезни, верно? Значит, без них вам не хворать. И не психовать. Посуду бьёт кто-то долго. А я спокоен, как удав. Правда, без нервов, не знать восторгов. Но всё же без них беда. Беречь надо их всегда. АПЛОДИСМЕНТЫ Рекламируешь? Зарабатываешь? Ох ты! Чего это? Субтитры создавал DimaTorzok Я так понимаю, предприятие у вас коммерческое, да? Я вас понял Ну хорошо, пожалуйста Ну хорошо, что в чем мало? Ну давайте еще Берите еще кошелек Там ничего больше нет Да, конечно Без флага нельзя Транспарант, да Спасибо, спасибо большое Пошла зарабатывать дальше В 2020 году впервые в истории Международный олимпийский комитет Разрешил в женских видах спорта Выступать мужчинам-трансгендерам Причем то, что они гораздо сильнее женщин в расчет не берется Достаточно признать себя женщиной И вести себя как женщина Представляете, если бы такое случилось у нас? Что бы тогда было? А был бы сплошной юмор Итак, смотрим Раздевалка женской сборной по водному полу Раз-два, раз-два Девочки, тренировка окончена Катя Бубенцова Бубенцов-а Иди сюда Чуть не спалился, идиот Ты должен изображать женщину Ты должен вести себя как женщина Ну или хотя бы как полу-женщина А ты что творишь? Тебя на допинг-пробе спросили Тебя как зовут? Ты что сказал? Федя Какой нафиг Федя? Да я забыл Сколько раз тебе повторять? Ты теперь Катя Ну забыл, простите Забыл А на разминке ты что устроил? Сказал, можно я выйду? Мне жена звонит Ты дурак Хорошо, что судьи по-русски не понимают Че у меня вообще в это водное поло взяли? Можно я в борьбу пойду? Борьбу тебе нельзя Там Американцы доминируют У них женщины сильные Крепкие Одна с усиками, две с бородой Хотели тебя в синхронное плавание отдать Но у наших там пока что все хорошо А вот в водном поло девочкам надо помочь Кстати Тебя почему вчера на тренировке не было? А у меня эти дни были Чего? Какие у тебя эти дни? Запой Соберись, тряпка Ты ведешь себя безответственно Вот Сколько раз я тебе говорила Надо делать эпиляцию Да сделал я! Не на голове, дура! Тебе надо Грудь эпилировать Ноги Про зону бикини я вообще молчу Да у меня все бритвы дома затупились Скотчем больно Я в гараж пошел Ногу бензином облил и поджег Ну и каков результат? Мужики психушку вызвали Сказали, что я с ума сошел Федя Ой, тьфу Катя Соберитесь Ты выдаешь себя на каждом шагу Вот смотри Если вы в команде с девочками сели болтать Болтайте на женские темы Что ты им все время рассказываешь Как ты в армии в самоволку по бабам ходил? Ну я забыл Ла Забыла Забыла Ты должна Мужиков обсуждать Сколько у тебя их было? Ты че? Ни одного не было Придумывай Вот посмотри Ящичек Марина в раздевалке Вот что у Марины в ящичке Тени Румяна Зеркальце Помада Колготки А у тебя что? Удочки Спиннинги Леска Колготки Марины А если кто увидит Судьям расскажет А я ему морду набью Глаза Выцарапаю Надо говорить Глаза Выцарапаю Да понял я Поняла Поняла Ладно Так давай повторим Легенду Я с детства Чувствовал себя Запертом в мужском теле Голос Дура Я С детства Чувствовал себя Запертом в мужском теле А я люблю Наряжаться В платьице Собирать цветочки Ходить на рыбал Спасалоны И когда я тонула в проруби Тренер меня увидел И позвал водное поло Позвала 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 Вот Ладно Хорошо Так Теперь давай Поговорим о твоей работе в команде Вы знаете как Мне вообще тяжело плавать Знаю Мы тебе поэтому в купальник якорь засунули А теперь о самом главном Не хотела тебе говорить Катя Но на заседании спортивного комитета Было принято решение Довести твое перевоплощение До логического конца И избавить тебя от всяких мешающих тебе факторов Да вы чего Мы так не договаривались Сынок Это непростое решение Но Это совсем не больно Спроси у моего кота Ни за что Никогда Да в гробу я видал После олимпиады тебе подарят джип Видал вам И премиум 50 тысяч долларов Ой Я поговорю со спортивным комитетом Чтобы они Повременились Решением О твоем Перевоплощении Ну что же мы стоим Я что зря на тренировку пришла Давайте тренироваться Раз-два Раз-два Умница Пошла Умница Я тебя страхую Сидя у окна Я тоскую Я тебя тоскую Я тебе тоскую Алло Да Это страховое агентство Застрахуй-ка Меня Что у вас случилось Да-да-да У вас страховой случай Да приходите Мы работаем с 8 до 18 Ежедневно Да И вам хорошего дня Всего доброго Я страхую Я тебя страхую Это А-а-а-а-а-а А-а-а-а А-а-а-а Лену можно Простите Какую Лену? Ну-ну-ну Ну-ну-ну Я с ней В переходе Поднакомился А-а-а-а Она мне еще Лотарыку продала Извините У нас нет никакой Лены Нету Лены Нету Лены Нет А-а-а А где она? Не знаю Не знаете? Не знаю А-а-а А-а-а А кто знает? Мужчина Я не знаю Кто знает Где ваша Лена Но ваша Лена У нас не работает Не-не-не Работает? Нет А-а-а А где она работает? Я не знаю Нет А-а-а 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 Ну обратитесь В полицию Вы-вы убили Лену? СМЕХ 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 Вы с ума сошли? Никого? Я не убивал? Не-не-не убивали? СМЕХ Нет А-а-а А-а-а А кто убил? СМЕХ Мужчина Никто не убивал вашу Лену И почему вы решили, что нужно Лену искать именно здесь, в нашем кабинете? А-а-а Она сама сказала Она говорит Вот лотерейка Выиграешь, приходи, тебе выдадут Ну Я выиграл, выдавайте СМЕХ Мужчина, если вы выиграли Я вас поздравляю, вам в сберкассу А здесь выдача только по страховым случаям Так у меня тоже случай Я выиграл СМЕХ Дайте ваш билет Ну, где же вы выиграли-то? Вы проиграли Вы бы выиграли, если у вас было зачеркнуто 10 цифр А у вас зачеркнуто только 5 Понимаете Половина Ну, дайте половину Мужчина Никто никаких денег вам здесь не даст И ваша Лена здесь не работает А-а-а где она работает? Не знаю Не знаю Хотя знаю, ваша Лена работает в здании напротив Идите туда, там общество спасения на водах Сейчас зима, им все равно делать нехрен Может быть, они хоть там вас утопят Так был я уже там Ну? К вам послали Зачем? Застраховаться Ну, ну дайте выиграть, ну попадал Я прошу вас, ну дайте, ну выиграть, ну дайте АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас для нас, пенсионеров, чиновники придумали разные льготы Разрешается стоять бесплатно под стрелой подъемного крана АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Прислоняться к автоматически открывающейся двери АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Переходить на красный свет АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы мы, старики, не чувствовали себя брошенными Могли бы вести активный образ жизни Государство создало для нас программ «Долголетие» Знаете, что это такое? Вот многие знают Там есть разные кружки, спортивные секции, танцы-обжиманцы Ну, я пришел туда, конечно Мне сначала предложили записаться на компьютерные курсы Заведете, говорит, себе аккаунт в соцсетях И найдете своих одноклассников Я говорю, а что их искать? Я знаю, где все мои одноклассники Я туда пока не тороплюсь АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так между нами, говоря, я компьютером уже Я уже привык Это поначалу только, когда я экран листал Слюнявил пальцем АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а я знаю, куда идти Я записался на скандинавскую ходьбу АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, что это такое? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, знаете, конечно А я не знал АПЛОДИСМЕНТЫ Дали мне две палки АПЛОДИСМЕНТЫ И говорят Идите Идите АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я подумал, что за люди такие? Палки дали, а лыжи забыли АПЛОДИСМЕНТЫ Я их надел И пошел Пошел А было лето АПЛОДИСМЕНТЫ Чуть в психушку не забрали Смотрю, 15-летняя девчушка Смеется надо мной А у собой пирсинг на всю губу Эти сережки от смеха у него аж звенят Ха-ха-ха, дзинь-дзинь-дзинь Ха-ха-ха, дзинь-дзинь-дзинь Я ее спросил Деточка, ты чего, клевала на мормышку, что ли? АПЛОДИСМЕНТЫ Потом решил взбодриться Пришел на фитнес Мне сказали Ложитесь И отожмитесь Ну, я-то спортсмен бывший Я лег на пол И уснул АПЛОДИСМЕНТЫ Чтоб взбодриться Пошел в секцию бега Тренер спрашивает За сколько минут сможете пробежать 100 метровку? Я говорю Ну, если сейчас побегу АПЛОДИСМЕНТЫ До ужина Поспею Тренер говорит Чтоб быстрее бежать Возьмите Вот это И дает мне в руки Отбивную Сырую Я смеюсь Какая отбивная Может мне помочь бежать Быстрее Он говорит Очень просто И говорит своей собаке «Фас!» И где-то через две минуты на восьмом километре собака выдохлась. А меня после этого хотят взять на Олимпиаду. Но только с одним условием. Собака поедет тоже. Это не считается допингом. Между нами, мальчиками и девочками, для моего возраста я еще ого-го. АПЛОДИСМЕНТЫ Полностью здоров. Что ты? От желания болеть меня избавили лекарства. Абдирол и розорин. АПЛОДИСМЕНТЫ Возле лифта смотрю, соседка Авдотья Ивановна, 76 лет от роду, ну, девчонка по отношению ко мне спрашивает, кокетничая. «Как вы себя чувствуете?» И так смотрит на меня. Я и улыбнулся широко. АПЛОДИСМЕНТЫ Я говорю, сейчас мы с вами красненького выпьем. АПЛОДИСМЕНТЫ Видели бы, как она драпала. АПЛОДИСМЕНТЫ С девятого этажа спустилась за три секунды. АПЛОДИСМЕНТЫ Пошел в кружок поэзии. Думаю, надо интеллектуально подкрепиться. Надо мозги заставить работать, чтобы маразма не было. Я смотрю, там все стихи пишут. И Авдотья Ивановна, главное, там сидит. Но я решил замолить вину свою. Написал тоже четверостишье. И посвятил ей. Ты прекрасна! Прямо не то слово! Как принцесса из царства тридевятого. И хоть грудь твоя размером нулевого, Зато ноги сорок пятого. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот вы смеетесь, а между прочим, я получил приз за эти стихи. Удар челюсти от Авдотьи Ивановны. АПЛОДИСМЕНТЫ Врач у меня, между прочим, спросил. Ну как у вас с женщинами-то? С женщинами как? Я говорю, ну как у мобильного телефона. Аппарат абонента выключен. АПЛОДИСМЕНТЫ И находится вне зоны. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, между нами, мальчиками и девочками, Я любой даме рад. Лишь бы дама была не с косой. АПЛОДИСМЕНТЫ В доме для престарелых, где я сейчас нахожусь, Здесь вокруг нас многие дамы такие ходят. Ходят. Но мы не сдаемся. Он малышево рассказывал. В моем возрасте с женщинами спать можно. Она все своими словами. Можно и нужно, говорит. Я согласен. Главное, чтобы не будили. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мой совет мужчинам всем, Ну, с высоты моего возраста. Мужики, живите так, Чтобы потом не спрашивать у Ясеня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Помню, было такое стихотворение. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Для особо искушённых есть стриптиз. Бабушки под музыку полчаса снимают валенки. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я так себе представлял. Пришёл туда на танцы-обжиманцы. А, нет. Ох, там целый букет божьих одуванчиков. А я ж без очков. Подошёл, значит, спрашиваю, Красавица, и кокетничаю так, Как вас зовут? Слышу в ответ, зови меня просто Михалыча. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смотрю, соседка наша, Абдотья Ивановна, Ой, кто ж здесь дёргается под музыку? Я ей комплимент. Как красиво вы двигаетесь. Это танец джига-дрыга. АПЛОДИСМЕНТЫ Чудак, это Паркинсон. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Шутит, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрю ещё один одуванчик. Как пошла отплясывать. Ой, крутит, вертит. Как бешеные газели просто. АПЛОДИСМЕНТЫ Какая сволочь налила в тапочки скипидару. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А бабусим хоть бы что, пошли отплясывать свой танец. Современный, между прочим. Называется тверк. Не слышали? Нет? Это такой танец, когда Южной частью тела под музыку трясёшь. АПЛОДИСМЕНТЫ В страшном сне я вижу эти ягодичные судороги. АПЛОДИСМЕНТЫ После этого тверка я ходил с пылесосом. АПЛОДИСМЕНТЫ Песок с пола убирал. АПЛОДИСМЕНТЫ А бабки кричат, «Давай иди к нам, потрясись своими булками с нами!» АПЛОДИСМЕНТЫ Девчонки, я говорю, «Если я потрясу булками, у меня все сухарики отвалятся!» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И смех, и грех. У нас даже есть этот, кружок самогоноварения, да. Но туда надо записывать за полгода вперёд. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень много желающих, да. На прошлой неделе выезжали на природу, да. Играли в футбол. Склеротики против маразматиков. АПЛОДИСМЕНТЫ По мячу никто не попал. АПЛОДИСМЕНТЫ Была прогулка на лошадях. Мне понравилось, я лошадей люблю. Подошёл к одной лошади, потрепал за грив, дал ей яблоко. Ешь, говорю, животное. Она ест, зубы огромные. Пригляделся. Это соседка Авдотья Ивановна. АПЛОДИСМЕНТЫ Семьдесят шесть лет отрудует. АПЛОДИСМЕНТЫ Потом играли в Робин Гудов. Мне дали лук и стрелы. Сказали, надо попасть в мишень. Ну, я так понял, что мишень – это такое большое и круглое. А в это время Авдотья Ивановна стояла нагнувшись и рвала цветочки. Я увидел огромную белую мишень, круглую, и выстрелил. Судя по крику Авдотья Ивановна, я попал в яблочко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Между нами мальчиками и девочками у меня есть мечта поймать золотую рыбку. Я бы ей загадал желание стать кощеем бессмертным. АПЛОДИСМЕНТЫ Уж тогда б я отомстил пенсионному фонду. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 выплатила последний взнос за ипотеку. Все-таки, скажу искренне, интересная у меня жизнь. Родился при Сталине, женился при Хрущеве, стал отцом при Брежневе, дедушкой при Горбачеве, ушел на пенсию при Ельцине, а помру, наверное, не скоро. И слава Богу! В общем, скажу вам, старость – это как отдых на морском курорте. Солнце сверху, песок снизу. А в ушах море шумит. Благодаря склерозу каждый день новости, как заново родился. Благодаря радикулиту ни перед кем не сгибаешься. Хочется анимот. Можно делать все, что хочешь, ничего не боясь. Если что, спишут на маразм. Конечно, много чего раньше хотелось, уже и не хочется. В сорок хотелось красивые волнистые волосы. В восемьдесят хочется, чтобы они просто были. В сорок смотрел на женщин, в восемьдесят – на собак. В сорок комплименты радуют, в восемьдесят – уже пугают. В сорок хотелось выпить, поплясать, в восемьдесят – поесть и лечь. В сорок хотелось быть здоровым. В восемьдесят – просто жить. В сорок любил новую обувь. В восемьдесят – старую, растоптанную. В сорок еще всматривался в зеркало, чтобы увидеть мачо. В восемьдесят – всматриваешься в лица внуков, чтобы увидеть себя. В сорок еще думаешь – все только начинается. В восемьдесят – сознаешь, что так и не началось. В сорок хотелось жить хорошо. В восемьдесят – просто жить. В любом возрасте человек хочет жить. Вблизи дома престарелых, где я живу, знаете, кукушки нас, пенсионеров, подбадривают. Я, как мой старый «Жигуль», пробег большой, проходимость слабая. Причем, когда мотор чихает, задний бампер отваливается. Но если поменять коленвал, перебрать мотор, залить бензин, да хорошенько подтолкнуть, ну тогда мы еще покатаемся. Как говорится, фраза врача «До свадьбы заживет» сильно удивила восьмидесятилетнюю бабушку, но зажгла блеск в ее глазах. АПЛОДИСМЕНТЫ Барабанное шоу ТОП-БИТ из Москвы. Группа существует более восьми лет. За это время они вошли в тройку лучших музыкальных шоу России, а также были названы стильным шоу-проектом. Барабанное шоу ТОП-БИТ Прошу! АПЛОДИСМЕНТЫ ТОП-БИТ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok